Всем привет! С вами Сергей, и рад приветствовать вас на канале Bastion S. И сегодня мы посетим один из популярных магазинов Leroy Merlin. Ведь там тоже есть двери. Посмотрим, что это за двери, что они из себя представляют, а главное, соответствует ли цена тому качеству, которое там представлено. Пойдемте! Мы выбрали, наверное, самую дорогую дверь, которая здесь есть, вот 72 900. Видим металл 1,2 мм. Для взломостойких дверей это недопустимо мало. Пытаемся дверь закрыть. Это... Ну, не все так просто. С большим ударом у нас это получается. Ну, возможно, она здесь стоит просто неправильно. Дверь гнута, уплотнители магнитные, но которые вот все болтаются. Вот эта вещь меня сильно очень смутила, то, что цилиндр ходит ходуном. С точки зрения безопасности это как минимум неправильно. Замки написаны четвертый класс. Ну, может быть, вот этот замок с тремя ригелями, конечно, на это сертифицирован. Вот здесь очень примечательный момент. Вертушка держится на саморезе. Какая-то опасная штука, скажу честно. Я боюсь, что здесь отвалится все. Неровности загиба металла, то есть верхняя грань торчит. Дверь крепится через раму, на ней есть порог. Ну, скорее всего, гальваника какая-то. Дверь гнутая, наличники красивые, с изгибом. Скажу честно, если бы это стоило 30 тысяч рублей, ну да, наверное, имеет место быть. Но отдавать за это почти, ну, не почти 100 тысяч, конечно, но 73 тысячи плюс монтаж от 5200. Ну, я думаю, где-то под десятку выйдет. Габариты 880, 205, 950. Дверь двух размеров. То есть вы покупаете дверь в готовый проем. Возможно, будут вот такие пенные зазоры, что тоже неправильно с точки зрения взломостойкости. Но она на трех петлях. Три петли, по идее, впечатляет. То есть, если все это прочитать, три петли, четвертый класс замков, ну, как бы все круто. Внутри зеркало. Зеркало это очень удобно, красиво. Пришел, посмотрелся и ушел. Сколько из десяти, Даш, на эту дверь? Ой, мне сложно даже ее оценивать. Я-то привык по нашим дверям равняться. Поэтому, ну, с учетом ценника ее, была бы цена 30 тысяч, да, я бы хотя бы понимал, за что эти деньги. Со сталью 1,2 миллиметра, это консервная банка. И отдавать за нее какие-то такие, ну, нам немаленькие деньги, на мой взгляд, не совсем правильно. Еще меня здесь смущает то, что вся фурнитура черная, а глазок хром. То же самое и внутри. Здесь все черное, а глазок хром, вертушка хром. Сложно говорить, но для меня сталь 1,2 миллиметра сразу нет, сразу отпадает. Хоть здесь и три петли, и как бы остальное все может, конечно, впечатлять, замки четвертого класса. Но я бы не поставил все такую дверь, потому что, ну, вскрыть ее можно вот здесь. А, ее еще закрыть надо проблематично. Ну, вот здесь вот, как мы уже показывали вот в этом ролике, берется обычная монтировка. И войти в такую дверь, ну, можно где-то за минуту. Давайте дальше. 63,200, ну, подешевле. Вся в пятнах, поцарапанная, если вот здесь посмотреть. Ну, это такая отделка. Это пленка что-то типа силк-тач. Неудачный вариант, всегда остаются пальцы. Наличники обычные, такие же гнутые, как и на предыдущей двери. Давайте посмотрим, что внутри. Те же самые замки четвертого класса, наверное, да? Сталь 1,2 миллиметра, два контур-уплотнения, высокий уровень шумоизоляции. Какой? Непонятно. За шумоизоляцию здесь отвечает толщина двери 95 миллиметров. Ну, тоже странно. Типовые размеры, левая, правая, 206 на 100, 950 и 880. Дверь с двумя накладками, здесь вставлено зеркало. Зеркало, кстати, с фацетом, зеркало не дешевое. То есть, основную часть двери, ну, там, около 10 тысяч, наверное, будет брать на себя только зеркало. Кстати, глазки врезать в зеркало считаю крайне небезопасным, потому что глазок крепится, как вы видели, уже именно вкручиванием. Поэтому, если вы чуть-чуть его перетянули, хлопнули дверью, на зеркале пойдет трещина. Ну, это небезопасно и непрактично, самое главное. Кто-то здесь повернул, вот эта часть должна быть сверху. Сейчас, если мы ее вернем наверх, возможно, мы чересчур затянем на зеркало, создадим давление. От удара она может просто лопнуть. Так, смотрим дальше. В самой дверной коробке под ригели, не отдельно под каждый ригель вырезаны отверстия вот такие, а просто сплошняком. То есть, здесь и так слабая рама, 1,2 мм также, ну, может быть, здесь, конечно, полтора в дверной коробке, но делать такой вырез в этих местах она будет максимально слабая. Блин, здесь даже возиться с этими дверями особо не нужно, то есть, мы просто просовываем сюда монтировку и отжимом открываем их все. Если слабая сталь, если сталь меньше, я уже даже не говорю про 3 мм, но вот эти вот 1,2 мм, это гнется, ну, не надо быть сильно даже здоровым. Я вроде не амбал, но я думаю, у меня сил хватит проникнуть в эту дверь, но минуты максимум 2. А может быть, она просто демонстрационная и поэтому ходуном тогда? Да дело не в ходуном, дело, что тут заявленная характеристика сталь 1,2 мм. 1,2 мм, ну, вы же видели, монтировка и отгибается и минуты, и мы внутри. Здесь идет накладная броненакладка. Чем она отличается от врезной? Она снаружи крепится и прикручивается через внутреннюю сторону на болты, сбивается одним хорошим ударом. Дальше дверь модная под дерево, отделочка здесь серая и плюс еще электронный замок. Давайте наберем код. Замок открылся, дверь открыта. Поцарапанная, ну ладно, демонстрационный образец. Опять обратите внимание, черная фурнитура и сам цилиндр хромированный, вертушка тоже в кроме. И глазок в кроме, ну, как минимум, это просто неэстетично. Вырезы здесь также сделаны под все ригели сразу, что у меня заходит рука. То есть рама ослаблена. Есть эксцентрик, который будет прижимать защелку данной двери. В таких дверях это обязательная вещь, потому что здесь с примыканием явно проблемы, нужно это будет постоянно регулировать. Здесь тоже у нас отверстие под вся рука у меня заходит. Ну, такое как бы... Замок Фуаро. Фуаро дешевый китайский бренд, там на межкомнатной иногда они делают фурнитуру. Но даже фурнитура Фуаро, она из китайских считается далеко не премиальная. У китайцев тоже есть неплохая фурнитура, но это не тот случай. Сталь 1,2 мм, толщина 95, стоит 71,300. Из которых, ну, наверное, ну, как минимум 1015, наверное, будет стоить такой замок. Итого остается у нас 50 тысяч на дверь. Плюс красивая отделка. Ну, внутри она не такая уж и красивая. Противосъемные штыри. Ну, я вообще гнутые двери не очень люблю за счет того, что там всегда тонкий металл. Всегда тонкий металл, это всегда открытие... Закрыл. Всегда тонкий металл, это всегда быстрое вскрытие, причем обычными силовыми методами, монтировкой мы заходим. С замком про него ничего не буду говорить, потому что я даже не знаю, что это за фирма. Открывается пальцем, отпечатком, ну и, скорее всего, карточкой. Здесь у нас отверстие, ну, тут должен был быть что-то типа цилиндрового механизма на случай аварийного открытия замка, если вдруг с электроникой что-то случится. Так, идем дальше. Покрытие Муар, если не ошибаюсь. Ну, некоторым клиентам, кстати, это нравится. Также три петли. Ну, я не знаю, зачем здесь три петли. Вес такой двери я ее подниму один, ну, наверное, максимум килограмм 50. Класс взломостойкости основного замка четвертый. То есть, значит, второй замок явно не четвертый. И что здесь считается основным? Основной обычно с ручкой и защелкой. Здесь стоит, скорее всего, 252-й кале. Ну, тут хотя бы все в хроме. Верхний замок сувальдный, наверное, как и в предыдущей двери, заявлен четвертый класс. Ну, посмотрим, что это такое. Ну, стали здесь везде 1,2, наверное, поэтому делают три петли, но непонятно зачем. То есть, это дверь 45-960. От этой отличается внутренним зеркалом. Неужели за зеркало плюс 20? А, ну и черная фурнитура. Наверное, это тоже будет стоить дороже. Здесь внутри обычная ПВХ-пленка, тот же самый сатин. Ну, мы видим здесь везде пальцы, везде жирные следы. Для своих дверей мы как-то попробовали взять такое, но вот когда увидели результат, просто сразу мин, ну, нет. И клиентов своих мы отговариваем от подобной отделки. Она приятна на ощупь, так сильно она мягкая, такая бархатистая. Но вот эта вот проблема будет раздражать дома очень сильно, когда дверь надо будет постоянно намывать, причем обычными там влажными салфетками это не оттереть. Зная там у нас в выставочных залах, когда такое стояло, это была прям проблема каждого менеджера. С утра приходите натирать, намывать дверь. 33 тысячи рублей. Кстати, также сталь 1,2. Ну, картинка точно такая же, как и на дорогих дверях. Ну, здесь только две петли. Замок бордер. Второй замок без названия. Очень часто это выдают за какую-то супер защиту от перепиливания ригелей, вот какая-то там твердая сплавка. Но на самом деле она осложняет перепиливание, ну, может быть, там несколько секунд. Если бы она стояла на подшипниках, да, резать было бы сложно. Она здесь блокируется, также легко перепиливается. Ну, и за 33 тысячи ждать чего-то чудесного я бы не стал. Уплотнители обычные, дверь гнутая, дверь тонкая, порожки, кстати, красивые. Нержавейка якобы, но явно это гальваника. Если бы это была нержавейка, это было бы процентов 15 стоимость только этого порога. Кстати, на все замки, на всех и предыдущих дверях и на этой не прикручиваются, а ставятся на заклетке. То есть, если вам нужно будет их вынуть, вот это вот нужно просто переламывать, отрывать. Потом будет вашу дверь очень проблематично собрать. Я думаю, в подобных дверях проблема с замками, это будет некая регулярность. Сто процентов здесь тоже выпил под все ригели, ну да, все как обычно. Здесь даже три контура уплотнения, как я всегда рассказываю, вот эти вот там три контура магнитные. Ну, вы видите сами дешевые двери, но здесь это есть. В внутренних дверях есть возможность это вставить, и эти контуры делаются, по сути, для того, чтобы вас впечатлить. И они довольно-таки, ну, поуже, конечно, моего пальца, но здесь они нужны, потому что прилегание в данной двери, ну, оставляет желать лучшего. И эти контуры нужны только для того, чтобы хоть как-то обеспечить, чтобы через дверь не дуло. Потому что если это будет тоньше, то дверь будет вся сквозить, потому что, ну, с подобной конструкцией тонкая рама, тонкий металл, она вся деформирована. Поэтому здесь будет очень сложно что-то с ней, ну, сделать такого, чтобы как бы из двери не сквозило. Для этого и нужны 50 контуров уплотнения, чтобы впечатлить покупателя вот за 27 тысяч рублей три контура. Идем дальше. Тоненький наличник. Я не знаю, хватит ли здесь расстояние запенить. Ну, я имею в виду по ширине, что здесь, что здесь, довольно-таки тонко. Рама заканчивается где-то вот тут. Остается 2 сантиметра для того, чтобы запенить. Ну, такое. Не вижу смысла дальше что-то обсуждать. Все однотипное. Тонкий металл. Простые замки. Замки на заклепках. Контуры уплотнения. Прилегание двери везде оставляет желать лучшего. Закрыл. Что ее нам закрывать приходится с плеча, очень туго, очень некомфортно, очень неудобно. С точки зрения взломостойкости – нет. С точки зрения воткнуть что-то… Ну, вот за 30 тысяч я еще согласен. Вот за 70 примерно то же самое брать и считать, что у меня хорошая дверь – категорически нет. Если одним из основных критериев приобретения двери для вас является безопасность, однозначно я бы покупать это не стал. Если нужно что-то взломостойкое, то, что убережет вас и вашу семью, для этого нужно просто перейти по ссылке в описании. А еще раз повторю, дверь со сталью 1,2, да даже 2 миллиметра – я не могу вообще об этом говорить в контексте взломостойкости. Если вам нужно просто закрыть проем, там, или вы не готовы отдать больше 30 тысяч за дверь, то, конечно же, да. Но если мы выбираем для себя что-то защищенное, что-то соответствующее вашим критериям, с чем вы будете жить последующие, там, 10-20 лет, то однозначно нет. Для этого вам потребуется качественная дверь с надежными замками и сделанная под ваш проем. Ну, а на этом у меня все. С вами был Сергей на канале Besti1S. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем пока!